продолжаем разрабатывать нашу базы данных и сейчас будем работать файли вот в этом database handler java если он у вас закрыт этот файл то он находится вот здесь в папочке java потом дата database handler так сейчас нам надо переопределить метод суп супер уверены как переопределить подставить тут наши переменные так поэтому вот здесь строке 11 удаляем вот это вот все кроме контекста да и вот эти вот переменные соответственно у нас подсветились красным удаляем их и меняем на наши переменные которые мы сделали вот здесь в классе утилс пишем util и тел . большую букву дата так надо импортировать класс утил конечно делаем это комбинацией клавиш alt enter либо правой кнопкой там добавить класс и смотрите он импортируется здесь сюда вот на 9 строке и теперь сюда дописан дата так у нас должен появиться выпадающий список он не появляется потому что мы все переменные объявили как правило то есть они не видны за примеры за пределами класса это конечно надо исправить и исправить все перемены на паблик так копируем и везде-везде меняем на паблик так поменяли сохранили как видим тут есть надпись one girl этот проблем одна проблема осталась так давайте теперь пишем уютилл и теперь видим да у нас появился выпадающий список выбираем тут database name так следующий параметр у нас будет нал а вот следующий через запятую опять ютилл и тут выбираем database version так сохраняем возвращаемся в класс утил джава ютил джава да и видим вот это вот на надпись с ошибкой пропала теперь спускаемся на несколько строк ниже и работаем в методе он креет из названия понятно он креет это естественно будет что-то создаваться у нас будет создаваться наша таблица тут нам надо будет записать sql запрос то есть это будет sql запрос это стринги да то есть эта строка какая-то с текстом назовем эту строку create employee employee table равно и в двойных кавычках начнем писать sql запрос если вы помните в sql запрос создание таблиц так и начинается create table пробел после того как мы написали вот это create table нам надо написать именно имя таблицы поэтому тут закрываем до кавычки и с помощью оператора плюс скажем так конкатенируем наши таблицу то есть пишем ютилл . ты был name после того как мы написали create table и добавили имя таблицы нам надо в скобочках перечислить наши поля которые присутствуют в таблице то есть если вам так показать это нам надо перечислить вот это айди name и селлари и также указать тип данных которые будут соответствовать каждому вот этому вот столбцу то есть айди у нас это интеджер name и селлари мы договорились это будут стринги ну то есть текст так возвращаемся в android studio до обращайте внимание вот тут важно create table после слова table ставим пробел то есть чтобы у вас если вы пробел пропустите у вас будет create table и имя вашей таблицы писаться слитно да тут надо именно пробел и далее опять же плюс тут значит перед скобочкой ставим пробел и давайте снова строке строки будем писать как первый ютилл . кай айди да у нас первое поле ставим плюс опять же в кавычках начиная с пробела пишем тип данных это у нас интеджер то есть числа и и это у нас при море кей то есть это у нас ключевое поле в этой таблице ставим запятую пробел и со следующей строчке ютилл следующий у нас кей нейм плюс кавычки пробел это у нас будет тип данных текст запятая пробел и последнее что нам осталось это ютилл . селлари плюс тип данных это будет тоже текст ну и после этого нам надо закрыть скобочку вот тут мы ее открыли да а тут надо закрыть закрываем скобочку и вот эту точку запятую переносим сюда конец так если вам вот это вот запись было непонятно и просто бейте в поиске в угле создание таблицы сквей ну и тут куча статей да почитаете разберетесь это не составит вам никакого труда там все очень достаточно просто да еще раз повторю обращаем внимание на пробелы переходим на строку ниже и теперь нам надо именно создать нашу таблицу тут мы записали код для создания таблицы и как бы передали его в эту переменную теперь же мы сделаем следующее копируем вот это вот и сквейл лайт этот параметр можно сказать так так ставим точку и выбираем экзекьют и сквейль то есть выполнить сквейль запрос и в скобочки мы передадим вот эту переменную create employee table то есть мы передаем вот этот вот и сквейль код вот это мы поработали в методе он create то есть этим методом мы будем создавать нашу таблицу теперь надо он апгрейд метод использовать то есть метод для скажем так изменения данных в таблице до создания новой таблицы как-то так опять же для этого мы sql датабейс вызываем опять мы этот экзекьют сквейль и что мы должны сделать мы должны удалить старую версию нашей таблицы то есть да когда апгрейдится у нас есть старая версия таблицы и когда происходит апгрейд будет новая версия таблицы поэтому сюда пишем вот такой вот sql код дробь ты был и exist здесь то есть что мы тут написали у да удалить таблицу если она существует до exist пропустил я букву опять же тоже важный момент в конце тут ставим пробел и сюда добавляем util . table name то есть удаляем нашу таблицу после того как мы таблицу удалили нам надо создать новую версию нашей таблицы так сначала надо написать он create а в скобочке вот передаем sql light database так на этом видео будем заканчивать в этом видео мы написали sql код для создания нашей таблицы и для апгрейда нашей таблицы опять же файл будет в телеграм-канале поэтому подписываемся и на youtube канал и добавляемся в телеграм-чат добавляемся в телеграм-канал на этом все ставьте лайки всем пока а